Медицинское образование Медицинское образование Медицинское образование Это три у нас здесь. Ну, я, во-первых, сам всю жизнь проработал и закончил мед, и проработал в меде. И всем сейчас понятно, то есть это не только мне, это понятно всем, что реально та современная медицина, которая есть, она совершенно оторвана, скажем так, от реальности и развития, которое идет. То есть, проще говоря, образование в меде, которое сейчас есть, те, которые под ведомством Минздрава, там обучение идет, скажем так, навыкам, и больше, так сказать, настрой идет на то, что это вот только пациент, и ты поработаешь чуть-чуть с пациентом. Сейчас даже в клинике очень много препаратов, которые биологические. То есть, и вот без понимания, как бы вот этих глубоких основ биологических, медицинское образование, оно сейчас невозможно. Поэтому, когда мы говорим, мы позиционируемся, как развитие трансляционной медицины. То есть, вот этот вот блок между биологией и медициной надо убрать. И поэтому у нас в институте и биология, и медицина одномоментно. То есть, задачу, которую мы перед собой ставим, мы перед собой поставили сразу задачу сделать самое лучшее образование. То есть, по стандартам тех, которые существуют в мире. Сейчас, по крайней мере, те вещи, которые начали делаться в России, приведение в соответствие, это есть так называемая международная трилогия медицинского образования. То есть, когда есть вот это андеградуэт, то есть, вот в университете, дальше это последипломы и образование через всю жизнь. Вот, вот мы сейчас как раз, как бы, мы сразу строили всю тактику на это. И поэтому, я думаю, что наша отличительная такая черта – это связь с биологией, с физикой, с химией, с математикой, так сказать, и фундаментальные знания. То есть, врач будет более подготовленным и более умным. Поэтому, то есть, задача была сделать другое медицинское образование. То есть, я вас правильно понял, то, что у нас идет образование такое мощное, прямо на новом уровне, а остальные вузы, они учат по традиции. Пока, да, они не могут уйти от этого. По одной простой причине, что у них есть стандарты государственные. Они у нас тоже есть, но мы имеем право, во-первых, даже принимать свои государственные образовательные стандарты, поскольку мы федеральный вуз. И второе, мы можем, мы более лабильны, мы можем вносить больше изменений в стандарты. То есть, вот, ребята, которые учатся, они знают, ну, тот же самый, например, язык. Вот сейчас на первом-втором курсе вас ведь иностранным языком загружают по полной. Почему? Потому что без иностранного языка мы не сможем потом с вами дальше работать и, так сказать, делать эти всякие стажировки, обмены и работать, самое главное, с литературой. Практически вся современная литература, ну, надо отметить, она идет не на русском языке. Ну, а потом, вы знаете, ведь это только в странах социалистического лагеря, в Советском Союзе. Вернее, даже не во всех произошло это. То есть, например, та же самая Чехия, там, медицинское образование, оно всегда было и в стенах классического университета. Вот. Когда медфакультеты выделили из стен Казанского в 30-м году, в 1930-м году, вот, как это принято говорить, это был бюджета, образующий факультет. Это был самый большой факультет по количеству студентов в Казанском университете. Это был самый большой факультет по количеству преподавателей. И вообще, моя точка зрения, что это была ошибка. То есть, ну, тогда надо было для колхозов очень быстро за 4 года подготовить и разослать. И там было даже 4-годичное образование, как фельдшеров готовили. Вот. А сейчас мы возвращаемся назад. В социалистическом лагере Куба пошла по такому пути. Вот у Кубы тоже отдельные есть медицинские. А в Чехословакии там не было. Там как был, например, Карлов университет, так в Карловом университете был медицинский факультет. Ну, потому что, вот, у ребят, если есть уже сейчас кто-то здесь сидящий, проходили медицинскую физику, вот там класс медицинской физики видели, вот, когда там показывают, там, маленькие компьютерные томографы, маленькие рентгеновские аппараты, где они все четко понимают. Здесь же показывают вам эффекты Доплера, эхо, так сказать, это совершенно другой уровень, так сказать, подготовки. Получается, вот, только у нас в Казани есть сейчас такой подобный институт? Или есть ли аналог такой же, который подходит иначе к вопросу медицины? Нет, нет, нет. Мы изначально ставили, то есть вот сегодня мы, вот я говорил уже сегодня у нас в гостях академик Островский из МГУ, и он долго не мог понять, так сказать, что мы сделали. И я ему объяснял, потому что в МГУ есть биологический факультет, есть медицинский факультет. То есть я говорил, что вот мы пошли немножко по другому пути, потому что, как бы, биологию нельзя отрывать от медицины. То есть у нас даже в Заволге, которые занимаются там беспозвоночными, вот у нас есть научные проекты, когда на комариках изучается, так сказать, их засухоустойчивость, потом ищутся гены для того, чтобы потом это применять, так сказать, в медицине. Ну, то есть вот это одно и то же, это все связано вместе. Ну, то есть в мире мы все равно такие уникальные. Пока да. С таким подходом. Пока да, нет. Ну, а я могу, так сказать, без ложной скромности сказать, например, Министерство образования и науки, которое является нашим учредителем, они считают, что вот за эти три года самый большой прорыв, который был сделан, это было сделано, так сказать, вот именно в этой области у нас. И мы, по сути дела, как опорные, сейчас по их просьбам мы пишем программы для других вузов, вообще как развивать медицинское образование, так сказать, в классических университетах. То есть пример уже такой, да, хороший. Хорошо, Андрей Павлович, а вот что касается, сколько стоит быть врачом? Мы знаем, что это одно из самых дорогостоящих сейчас образований, чтобы стать врачом, нужно заплатить немало денег. А сколько в институте стоит? А кто сказал, что самое дорогое? Ну, не знаю, у меня вот друзья учатся в Самаре. Как-то это карман так достаточно поджимает. Нет, ну, во-первых, так сказать, давайте так, совершенно четко, должно быть понимание у студентов. Когда бюджет выделяет деньги на обучение студента, сейчас есть так называемое подушевое финансирование. То есть вот если, например, дали одно бюджетное место, то совершенно четко за тебя переводят государство в университет конкретную сумму. Все специальности разбиты на три группы. Есть первая группа, есть вторая группа, есть третья группа. Так вот, в третью группу из медицинских специальностей попадают только медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика. Лечебные дела и стоматологии, они находятся во второй группе точно так же, где и биология. Но в третьей группе, в самой дорогой, там, по-моему, в год с нашими коэффициентами, но сейчас я просто расскажу про коэффициенты чуть позже. В третьей группе, кроме нас, находится еще огромное количество специальностей, инженеры, еще там, то есть, вот там, биотехнологи какие-то, те, которые есть у нас в университете. То есть, у нас всего три в третьей группе. А если вы посмотрите список, он намного шире. Теперь, насчет, не буду говорить там про Самару, еще про кого-то. У нас, коллеги, немножко другая ситуация, в отличие, например, даже от наших соседей Казанского медицинского университета. Мы с вами являемся, первое, особо ценным объектом, потому что это Казанский университет, ему присвоен такой статус. Вот особо ценных объектов в Казани больше я не знаю вузов. Это раз. Второе, мы с вами являемся федеральным. И вот эти вот две вещи, они являются основополагающими. Потому что, например, если на обучение выделили, государство выделило 100 рублей в год на тебя. Но, если ты будешь учиться в простом, то твой институт получит 100 рублей. Если ты учишься в том университете, который является особо ценным, то на тебя государство выплачивает уже не 100 рублей, а 150. То есть, коэффициент идет 1,5. То есть, статус играет свою роль. Конечно. Дальше. Поскольку еще ты федеральный будешь обучаться, то там коэффициент еще 0,15. То есть, таким образом получается, что государство на обучение тебя выделяет не 100 рублей, как соседу, а выделяет 165 рублей. Закон? Закон. Второй закон, который есть, что реально, если только мы имеем, так сказать, как бы студентов, и нам должна цена быть вот эта 165 рублей, то мы не имеем права брать студентов по более дешевой цене. Почему? Потому что вот в эту сумму закладывается все, так сказать, там все прописано. Зарплата преподавателей, зарплата ОУП, ОВП, сколько надо на методички, сколько надо там на практику денег, сколько там еще куда-то. Коммунальные услуги. Вот это подушевое финансирование, там полностью все расписано. Все. А куда ты денешься? Если там совершенно четко прописано, так сказать, что это вот туда-туда-туда. Все. А как вы все считаете, правильно ли обучать вот именно медицине за плату? Потому что, допустим, есть такие семейки, которые вот сына, я хочу, чтобы у тебя был диплом медика, у нас денег к уровню, ну вообще вот очень много. Да, вот ты пойдешь, ты будешь учиться, допустим, в нашем же институте фундаментальной медицинобиологии, раз ты контрактник, тебе будет все равно на этот диплом. Главное, чтобы он у тебя был, и потом вот такой специалист, который прогуливал пару, у которого диплом не пойми какой, будет нас лечить. Рома, а у вас родственника нет в Государственной Думе? Потому что сегодня я... Я вообще сам из глубинки. Нет, потому что сегодня я посмотрел, была инициатива от одного из депутатов Госдумы, она из Башкирии, сама врач, и она хочет вынести вопрос, чтобы уменьшить количество платных студентов, то есть ограничить. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас как бы вузы могут набрать столько, сколько хотят, сколько проглотят. Вот. А она хочет, чтобы это вот как бы ограничить. Я здесь кардинально не согласен. Дело в том, что действуйте согласно закону. Закон об образовании очень четко пишет. Вот студенты сидят, они не дадут собрать. В нем написано, если ты имеешь хоть одну академическую задолженность, не ликвидированную в течение года, а к академической задолженности относятся и зачет, то иди-ка ты и отдыхай. Сколько бы у твоих кур не клевали, так сказать, и чего бы там еще не было. В другом, и мы следуем букве закона. Вот в этой ситуации это самое важное. А вот там, где вуз настроен на, скажем так, держать до последнего и дать диплом и просто деньги брать, то есть, берите, вина не в платном образовании как таково, вина в том, кто учит и кто берет деньги. Следуйте букве закона. Все. Сколько мы отчислили в этом году? Больше 60? Больше. Вот. Да-да. Если я вам... Вот посчитайте, даже в среднем, например, 100 тысяч. То есть, реально, сколько денег потерял институт? Математики. Достаточно много. Тут гуманитарист. Но это не самое важное. То есть, вот деньги, это не самое важное. То есть, деньги в этой ситуации, они важны... То есть, почему, когда оно идет платное, ну, это отдельный будет разговор, наверное. Вот. А они важны просто на поддержание, что называется, вот самого процесса обучения, а не на зарабатывание. И если бы у нас была цель заработать деньги на студентах, то, извините меня, мы бы точно так же, как и во многих других местах, мы давали бы в нарушении закона кучу пересдачи, мы бы говорили, ой, ой, надо сейчас тебе зачет дать, еще 20 раз дать. Ну, когда там уже преподаватель умрет от того, что, так сказать, и просто, чтобы отвязаться, поставить тебе зачет, и слава богу, ты у нас самое главное останешься. Ты же нам деньги приносишь, как курочка, так сказать, золотые яйца. Нет, этого не будет. Хорошо, ребята, у вас сейчас есть возможность задать вопрос, Андрей Павлович. Поэтому давайте смело берем микрофон в руки. Кто первый? Добрый день, меня зовут Настя, студентка третьего курса, Институт фундаментальной медицины и биологии. У меня такой вопрос по поводу университетской клиники. Я слышала недавно то, что скоро она откроется, я бы хотела узнать, когда именно, и какие туда больницы будут входить, кроме РКБ-2, в который мы уже проходим занятия. Спасибо. Значит, РКБ-2, БСМП-2, это бывшая городская больница номер 6, вот которая напротив курса, напротив парка Горького. И если вы помните, вот так вот получается Ершова, шестая больница, за ней РКБ-2. А вот здесь вот еще, это когда я студентом был, была гостиница «Заря». Там спид-центр сейчас тоже располагается. Это городская поликлиника номер 2. То есть, спид-центр уезжает оттуда, и вот эта городская поликлиника, она тоже. Получается, у нас как бы вот этот весь квартал закрывается. Это раз. Плюс у РКБ-2 еще на Волково есть здание. И Красный Крест на Большой Красной, Акширской гинекологии. Это тоже все наше. Плюс у БСМП-2, ну то есть у шестерки, это на Шмита, четырехэтажное здание. Полная передача клиники, когда уже, то есть сотрудники все уже приняты в штат на долю ставки. То есть, РКБ-2, получается, полностью будет под клиника? Вторая. Вторая. РКБ-2, КФУ, да? Да. И что? Нет, оно не то, что полностью, это вообще, то есть все врачи будут сотрудниками КФУ. Все. Даже не преподавая, они просто сотрудники КФУ. Все здания, точно так же, как, так сказать, здания бывшего финансового, еще чего-то, все здания, это все здания на балансе КФУ. И получается, все для своих будет? Ректорат там будет лечиться? Или как? Ректорат следит за здоровьем. Ага, ясно. Здравствуйте, Вахтерва Дарья, студентка Института управления экономикой и финансов. А у меня такой вопрос. Если случится так, что вы все-таки заболеете, где вы будете лечиться? Здесь или же уедете за границу? Не понял, а что я там забыл-то за границу? Я уточняю вас. Нет, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, там зачем болеть. Лечиться, безусловно, я буду здесь, буду думать сам, как, к чему подойти. Потому что, так сказать, и, наверное, то есть в моей жизни было очень много случаев, когда с моими близкими случилось что-то, и там я просто-напросто включал голову и начинал думать. Думать нестандартно, так сказать, потому что я понимал, что стандартное решение здесь не подходит. И все было здорово. Вот этому я хочу, чтобы мои студенты, которые выпускались у нас, они тоже могли... Вы понимаете, в чем прелесть, когда заканчиваешь мединститут и работаешь в этой системе? Я знаю, что из тысячи, которые работают, кому пойти, с кем поговорить можно, и с кем пообсуждать, и у кого лечиться. В этом есть единственный прелесть. Но это и страшная беда. То есть должно быть так, что ты идешь к любому, и чтобы тебе тот любой, и любой человек, чтобы пошел, и чтобы ему могли оказать качественную помощь и подумать. Не просто вот тебе пол таблетки, это от головы, это от задницы, так сказать, а на самом деле включали голову. А почему все-таки врачи, это мне кажется, я и сама читала, что все равно они ездят лечиться куда-нибудь там в Израиль, например. Врачи в Израиль? Да. А как ее, врачи, вы мне скажите хоть одного? Нет, ну может быть, это земля предков, так сказать, они поэтому туда поехали. Например, онкологию у нас любят лечить в Израиле, не в России. Какую? Вик, если ты пытаешься меня спровоцировать, меня не спровоцируешь. Онкология, она разная бывает. Бывают солидные опухоли, это те, которые вот плотные такие. Бывают опухоли, связанные с кровью, иммунной защитой. Значит, я сразу могу сказать, то, что касается солидных опухолей, то, что лечится у нас в онкодиспансере, там прекрасный онкологический диспансер. Безусловно. То есть, там есть и метод диагностики, и лечение хорошее. Чего бы хотелось еще туда добавить? Ну, это деньги. Туда бы хотелось добавить еще протонную терапию. Потому что, если будет еще протонная терапия, это вообще будет шик. То есть, когда, так сказать, разгоняются протоны, в чем прелесть протонной терапии? Вот если, например, лучом любым другим жжешь, когда он проходит через кожу, через кость, он дает облучение, он, так сказать, повреждает. А протоны, они адресно доходят до области, которую просчитал, причем, так сказать, все это крутится вокруг, и они выжигают только вот это вот место опухоли, причем очень маленькое могут. Вот этого не хватает? Не хватает. Надо? Надо. Будет. Вообще, даже вот по этому поводу никто никуда не поедет. Вот то, что касается гематологии, вот то, что неправильно говорят рак крови. Настя, рак – это опухоли эпителиальной ткани. От крови, это у нас, соответственно, это будут, что, саркомы. Заодно знания проверяют студентов своих. Соответственно, поэтому правильно говорить, это лейкозы, лимфомы всякие. Так вот, для лечения этих заболеваний нужны либо методы трансплантации стволовых клеток кроветворных, но еще чистые помещения. Вот чего немножко не хватает. И вот здесь, на самом деле, мы вынуждены посылать уже по кодам, не только в Израиль. У нас ездят на трансплантацию, ездят в Санкт-Петербург, в Москву. То есть, все звезды, которые сейчас ездят лечиться за границу, они будут приезжать к нам, хоть даже в Казань лечиться? Нет, смотрите, не путайте. Когда они едут лечиться за границу, это еще и кич бывает. Потому что смотря, чего они едут лечить. Потому что, если он едет лечить туда бородавку, которую можно было удалить ляписом или жидким азотом, а он ее все равно поедет туда лечить, для чего? Чтобы потом приехать и сказать, так, пальцы веером, я за границей, мне в Германии бородавку ударили, посмотри, как, так сказать, все. Это разные совершенно вещи. То есть, я понимаю, когда есть необходимость. Вот когда есть необходимость, и чего-то у нас нет. Ну, сейчас есть такая необходимость? Ну, я объяснил, вот даже по онкологии. Меня спросили, я сказал, чего-то, так сказать, у нас на самом деле нет. Пока нет. Конечно. Хорошо. Андрей Павлович. Да. Ибрагимова Софина, студентка факультета лечебное дело медицинское направление. Возвращаясь к сравнению нашего ЭФМИБа и КГМУ, чем будет отличаться диплом лечфака ЭФМИБа от того же лечфака КГМУ? В чем отличие? Единственное отличие будет, что там, когда будет открываться диплом, там в одном случае будет написано Казанский государственный медицинский университет, а в другом будет написано Казанский федеральный университет. Почему я говорю, к сожалению, потому что вы будете только вот этим вот отличаться. А мне бы хотелось, чтобы вы отличались другим. Вот то, о чем я уже в самом начале говорил. Мне бы хотелось, и почему мы где-то, может быть, даже жесткие, где-то, может быть, еще что-то. То есть, потому что вот Настя, я почему к ней апеллирую, потому что Настю я знаю давно. Настя была на биофаке, я только пришел директором института, она поступала при мне на биофак. Отучилась год на биолога, потом перепоступила, значит, на медицинскую биохимию. Будет первым выпускником все равно. Да, практически. И, Настя, ты помнишь, я тогда всем говорил, самому первому набору даже, я сказал, что ни один, кому я не буду верить, отсюда не выйдет. То есть, вот, как бы, вы, вот, и вот это самое главное, чем вы будете отличаться, что я буду верить в своих выпускников, и я, как бы, каждому выпускнику должен не бояться пойти лечиться. То есть, можно уточнить, мы выпустимся врачами общей практики? Получается, да. Получается, да. Но это уже законы российские, потому что с 16-го года по лечебному делу не будет никаких интернатур, вы получаете диплом, лечебное дело или стоматологию, вы выпускаетесь как врач общей практики, вот, готовый идти сразу в поле работать, то есть, в поликлинику, там куда, но это не говорит, там, правда, написано сейчас, что особо отличившиеся могут сразу, вот как только такая лазейка появилась, что могут сразу поступать в ординатуру, то есть, изначально было жестко, пусть там три года отработает в поле, а потом только в ординатуру, сейчас появилась такая лазейка, говорят, раз появилась такая лазейка, то потом в ряде случаев особо отличившихся можно достигать и до 90%. И можно сразу спросить, после окончания специалитета предусмотрена ли ординатура и аспирантура при нашем институте? Это второй вопрос, классный такой, потому что вот сейчас как раз мы подготовили вот такой вот пакет документов на лицензирование уже ординатур, потому что, например, мы проводим цикл тематического усовершенствования, так называемые ТУшки для врачей уже, стоматологи проводили в области, так сказать, по компьютерной томографии, по УЗИ проводили, вот, но пока у нас нет лицензии, мы не можем начать вот это вот как ординатуру, поэтому я надеюсь, ну я просто, как это сказать, есть вот такая не то что надежда, а информация, которую не могу сейчас просто сказать, я думаю, что мы в течение, скажем так, вот начала 16-го года мы получим эту лицензию, а уж к вашему окончанию это 100%. Это все. Да, мне сейчас хотелось бы процитировать вашего коллегу ректора КГМУ, как раз, Алексея Созинова. Созинов он, правильно, да? Да. Отлично. Он сказал то, что прагматичный молодой человек, ориентированный на достижение материального богатства, вряд ли пойдет в медицину. Тут баснословных заработков нет. Вы с ним согласны? А вы проезжали когда-нибудь мимо больших больниц? Вы где живете? В деревне университета? Да. Мимо РКБ ездили? Ну, честно говоря, не знаю. Я еще город не до конца выучил. Ну, я проезжала на большую, красивую больницу. А стоянку видели? Большую. А думаете, чьи там машины стоят? Врачей. Правильно. Вы понимаете, какая штука? Есть крен, и он не очень хороший. Насчет того, что баснословных, ну, понятно, не как у банкеров, но, извините, не все, кто экономически не стоит, так сказать, там, или это заканчивает. Но даже в государственной медицине, даже в государственной медицине, там есть расслоение по зарплатам. То есть, если ты сидишь просто в ОМСе и как бы не пытаешься заработать, у тебя будет один уровень зарплаты. Но, например, те, кто сидят на высокосекологичной медицинской помощи и оказывают какие-то... Я же не говорю про взятки. Вот. То есть, разговор идет. А совершенно официально. То есть, можно заработать больше. Вот. Поэтому... Ну, а потом, если ты такой продвинутый и умный, я к чему своих призываю, ну, пожалуйста, так сказать, вы будьте уникальными. Вот когда... Вы знаете, вот когда продают одинаковые помидоры, полугнилые везде, так сказать, это один вариант. Но вы же всегда выберете, вы пойдете и выберете то, что самое такое красивое и вкусное. Вот и значит, вы, как врач, идут под имя. Идут к тому, кому верят. А то, что сейчас зарплата врачей не очень велика, официальная, вот эта вот по ОМС, которая, это крены государства. Потому что я не буду обсуждать там с ОМС, со страховыми компаниями связано, пока деньги, так сказать, там туда-сюда доходят. Вот. Но это еще и Семашку надо сказать. Спасибо большое, который Ленин в свое время, так сказать, внедрил в мозги. И, что хороший врач сам себя прокормит. Вот. Но самое удивительное, что этот тезис-то сохраняется. Знаете, есть... Вообще, вот когда... Вот ребята сейчас сидят, есть несколько специальностей. Не в обид журналистам будет сказать. Вот при любой погоде, раскладе, что хотите, вы должны выбирать в жизни специальности. Вот представьте себе, что вы оказались сейчас, так сказать, ни электричества, ни газа, вас забросили, так сказать, вот в какую-то деревню, где человек с 40 семей живет, так сказать. Скажите, в этой деревне с какой специальностью будут востребованы люди? Журналисты будут востребованы? Нет, ну вы можете выпускать газету на 40, так сказать, семей. А финансисты тоже боюсь, потому что, так сказать, вот после этого, там будет натуральный обмен вот такой вот. Два. Педагог. Ну, потому что детишек надо будет чему-то учить, хотя бы написать, если там это... А врач без него никуда не денешься. То есть, получается, нам нужно готовиться к тому, что мы будем жить в деревне? Это наша перспектива такая? А вот для того, чтобы вообще в жизни спокойно было, и чтобы вас стрессы не били по голове, надо всегда очень четко в голову, то есть, придумать для себя следующее, что является запасным аэродромом. В деревне. Вы зря смеетесь. Ну да. Вот сейчас у тебя хорошо получается, например, да, ты вот сейчас ведущая, так сказать, вот хороший, там, как он, вопросительный знак. Твердый знак. А твердый знак, да. Вроде жизнь удалась, карьера складывается, потом можно куда-то, так сказать. А вдруг что-то где-то начнет не складываться. Ты начнешь переживать. Ух ты, карьерная лестница рушится, так сказать, там, замуж неудачно там вдруг вышла, не вышла. Нет, вот ты красивая девушка, поэтому выйдешь, так сказать. Главное, повезло. Не переживай. Да, не переживай. Но вот любая неудача, это как стрессовый фактор такой, она будет накладываться, накладываться, накладываться и может привести даже к депрессии. Поэтому у каждого в голове должно быть. Вот выгнали меня из-за института, там еще чего-то все близкие от меня отвернулись. Вот самый крах, когда можно в петлю лезть. Не надо в петлю никогда только лезть. Вы должны совершенно четко для себя понять. А что мне делать тогда в этой ситуации? Я, например, в свое время сказал, да я поеду лесником. Да мне там волки, лося, так сказать, одна моя избушка. Дров я себе напилю, наколю, прокормить, так сказать, еще что-то я сделал. И вот когда у вас есть такой запасной аэродром, вам сразу легче живется, понимаете? У каждого в сознании должен быть такой запасной аэродром. Вы должны четко просчитать, что если у вас в жизни не получилось, у вас крах, чтобы не лезть в петлю и не глотать там кучу таблеток, вы должны четко знать, что вы сделаете в крайней ситуации. Тогда у вас никогда краха не будет. Тогда у вас все будет получаться. Тогда вы будете спокойны идти по жизни. Хорошо. То есть вы по жизни все-таки оптимист или пессимист? Да нормально. Есть японская совершенно такая мудрость, которая гласит, победителем является тот, кто выдержал на 30 секунд дольше своего противника. Поэтому, когда мне совсем тяжело, я говорю, ну потерпи еще 30 секунд. Все. Нет, они могут и на годы затянуться, но терпите. Калиничев Евгений, студент 4-го курса в факультете журналистики Казанского федерального. У меня к вам чисто практический вопрос. Почему, когда мы, студенты, приходим, скажем, в студенческую поликлинику, в Уникс или около деревни Универсиады, записываемся на прием к терапевту? Там есть два варианта. Либо нам талончик дают и говорят, вот через 4 дня там приходите, я уже выздоровлю за это время. Либо приходится стоять 2-3-часовую очередь и неизвестно, примут ли меня вообще там. Куда специалисты-то надеваются? Почему на самом деле существует некая нехватка врачей? Я могу на этот вопрос тоже ответить. Они не уходят пылесосами торговать. Вот самое парадоксальное. Пылесосами... Да, куда же они уходят. Они уходят представителями медицинскими фармфирмы. Вот. Потому что в 90-е годы, когда начался весь этот бум и создалось огромное количество представительств различных фармфирм, там кто там работает? Там те, кто закончил меды, там работают. Кто-то ушел, причем в такой бизнес немедицинский, ну, знаете, ушло, наверное, процента 2, может быть, из выпускников. Ну, ты правильно скажешь, что это именно бизнес, да? Они не идут лечить людей, а просто опять-таки идут и что делают? Зарабатывать деньги? Опять нехватка денег? Не в медицину практически? Нет, ребята, вы понимаете, какая штука? Я ведь не призываю своих студентов, то есть они там будут принимать, была там присяга врача, там, еще чего-то. Они будут говорить, да, там, что надо относиться хорошо. Но я не призываю их жить в бедности. Я, наоборот, призываю их к тому, чтобы они... Я хочу, чтобы они были суперспециалистами, которые жили богато. И чтобы они жили богато в своей профессии. Поэтому они должны получить хорошие знания. Вот. Если вы меня спрашиваете опять, почему мы создали это? Да мы создали это, потому что вот здесь вот я отвечаю, как говорится, своей командой за то, что мы их будем выпускать, они будут жить, они не уйдут из профессии, будут нормально работать. А проблем других очень много. Простой пример. Вот сейчас все ратуют за целевой набор. Знаете, что такое целевой набор? Вот. Так вот, целевики были всегда. И первый раз я, значит, с этим столкнулся, когда у меня сын поступал в инвеститор. Его, значит, зачитывается. Целевик там из... Целевики зачислить там... Ну, сначала там инвалиды, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Столько человек. Инвалиды, дети, сироты. Пять. Дальше. Целевики из Ешкаралы. Десять. Сколько получилось? Давайте считать сразу будем. Дальше там целевики там из набор. Тутух, столько-то. Еще там, например, пятнадцать. Дальше целевики там из Ингушетии и из этого. Еще, тутух. Дальше целевики, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. По направлениям тан-та-та-та. В конечном итоге на тех, кто идет по конкурсу, по нормальному конкурсу, остается мест 20-25%, ну, 25%. Ну, хорошо, даже возьмите 50%, но их больше целевиков сейчас будет набираться. Но хоть и один целевик к себе уехал, уезжает на единицы. Был очень красивый пример, когда Магдеев, который сейчас мэр в Набережных Челнах, он был мэром Бугульмы, вот он очень четкий договор заключал, сейчас к этому примеру приходит. Когда он посылал как целевика, он за него платил, не бюджет платил, потому что когда бюджет платит, он как раз это подписал и свободен. А потом заставлял возвращаться. А те, кто не возвращались, они выплачивали, так сказать, вот это вот, то, что за них было заплачено. У нас, кстати, сейчас учатся две группы по направлению Республики Татарстан, и у них в договорах очень четко прописано, что если он не возвращается в ту больницу или поликлинику, которая его послала, а это Челны, Нижникамск, Альметьевск, то он выплачивает в двойном размере ту стоимость, которая, так сказать, была потрачена его обучение. Вот когда вот эти механизмы заработают, все будут в этом. Потому что сейчас, ну, во-первых, те, кто поступают на общих основаниях, они как бы не считают, что они обязаны кому-то и чего-то, вот, и ищут там, где интереснее, там, где слаще, так сказать, вот. А те, кто поступают как целевики, когда на них была надежда, они просто-напросто не оправдывали этих надежд, и все. У меня вопрос насчет обычных людей, которые, ну, не учатся в медицинских, там, университетах, вообще работают обычные наши люди. Почему-то нет доверия к российским врачам. И вообще к врачам все, как говорится, как многие преподаватели у нас говорят, лечатся по дорожникам. И потом приходят, там, на последних стадиях рака, когда у них все уже там отваливается. Если брать, там, например, рак молочной железы, полностью там отваливается, все разлагается. И люди потом сетуют на врачей, что они не смогли им помочь. Прокомментируйте, пожалуйста, с чем это может быть связано, и как эту проблему можно решить. Настя, а ее, ну, во-первых, ее надо двумя путями решать. Не всегда врачи виноваты. Дело в том, что, на самом деле, ну, есть, я, например, смотрел, сейчас есть программы такие зарубежные, которые мы вам будем на старших курсах давать. Это называется программа чекапов. То есть, когда по каким-то маркерам, но это не обязательно, что ты сдал анализы, по этим маркерам тебе ставят, что вот надо насторожиться. Эта программа еще как своеобразный вопросник для всех. То есть, вот у каждого есть человека, он может зайти и сделать такой своеобразный чекап, ну, то есть, по вопросам ответить. И отвечая на вопросы от того, как кружится у него голова, там, или еще чего-то, или обучение того, ты спросил про рак молочной железы, например, про опухоли. То есть, это даже обучение, как просто сама женщина должна, в принципе, промассировать и посмотреть, нет ли у нее каких-то там уплотнений или еще. То есть, это еще от культуры населения зависит очень много. Поэтому здесь вопрос, то есть, не во всем вина врачей. Причем, более того, например, вот как бы когда онкологи начали вводить скрининги по маммографии, у нас достаточно резко упало. Как бы вот эта вот, ну, встречаемость возросла, но зато в третьей, там, второй стадии, там, может, не говоря, четвертой резко упало. Но даже несмотря на это, до сих пор, мне коллеги говорят, что, правильно ты говоришь, ну, там, когда уже она начинает разлагаться, эта опухоль, что называется, вываливаться, так сказать, бывает из деревень приезжают такие там бабушки или еще чего-то. Ну, до каждого. Конечно, ну, не может врач, в принципе, пройти по всему Татарстану и сказать, ну-ка, покажите мне вашу молочную железу, вот и так, и вот он будет кататься. Нет, тут еще и от населения. Чего, Женька, улыбался? Ну, приятно, можешь посмотреть, да? Пошли к нам. Здравствуйте, я студентка фармакологического факультета нашего медицинского института. Ранее было сказано, что наш университет, как федеральный, у него есть привилегия в том, что он может как-то корректировать учебный план. Хотела бы спросить, а студенты могут как-то влиять на вот вот эту коррекцию, то есть какие-то пожелания студентов касаемо учебных планов, допустим, посещения каких-то необязательных факультативных предметов. Ну, пример, например, студент в Личфаке, у него есть свободное время, он хотел бы посетить не просто лекцию, допустим, а семинар там по стоматологии. То есть, имеет ли он на это право? Он? Да. Просто, ну, прийти как бы на урок. А вы знаете вообще, что в принципе у нас вот здесь вот сейчас реально вы можете зайти не только у нас, вы можете к финансистам пойти посидеть. То есть, это ваш университет. Вы более того, а если вы хотите еще, чтобы у вас какие-то зачетные единицы появились там или еще чего-то, вы можете куда угодно записаться. Если у вас есть время, конечно, да вы вообще... А преподаватели, вот допустим, если это практикум, то есть там затрачиваются какие-то материалы. И что? Там, ну, практика происходит, на это же деньги затрачиваются. Преподавателей против не будет, если, допустим, я приду на тот же самый практикум биофизики. Ну, я не думаю. Вы знаете, если... То есть, ну, во-первых, вы можете вообще выстроить свою индивидуальную траекторию. То есть, есть индивидуальные учебные планы. Вы можете вообще просто... У вас есть обязательные вещи, которые вы должны будете выполнить. А если вы хотите, мы можем с вами вместе выстроить вашу индивидуальную траекторию и набрать предметы еще дополнительные. Вообще совершенно, как говорится. Но главное, чтобы они были вокруг вот все равно этой специальности. А это вообще проблем нет. Вы пришли, подошли к преподавателю и сказали, например, я студентка такая-то, вот учусь здесь-то. Вот можно я буду посещать, мне тоже просто это интересно. Я так думаю, что любой преподаватель будет только раз, чтобы к нему пришли. Вопрос такой. Вот Россия всегда была на лидирующих позициях в различных разработках, там, различных лекарств. Но Россия никогда практически не умела вводить эти новшества именно у себя. Да, были такие случаи, то, что западные коллеги их перекупали. Ну, не перекупали, а брали вот эти вот разработки себе, что-то там переделывали. И потом они же продавали нам в Тридорога то, что изобрели то, то есть наши. Ну, что с этим делать? Вообще. Как так сделать, чтобы когда наши что-нибудь сделали, оставалось это у нас? И мы им же уже продавали в Тридорога. Если бы я знал ответ на это, то мы бы уже с вами пошли и что-нибудь такое бы уже сделали и продавали. Тут очень много вещей, которые от нас с вами не зависят. Но, наверное, по этой причине вот у нас сидят экономисты. У них есть там специальные предметы даже. Их учат, как продвигать, вот что-то найти новое и продвинуть. Андрей Павлович, давайте вернемся к тому, вообще к лекарствам. Вот я знаю, что в институте сейчас ведутся уникальные работы по излечению болезни Альцгеймера, да? И, как я слышал, даже уже создано лекарство старческого слабоумия. Так ли это? А кто это создал? Ну вот, хочу спросить, так ли это? От кого это ты, Вик, слышал? А вот у меня много источников информации. Ну вообще, есть ли такие лекарства у нас в КФУ? А слабоумия? Нету. То есть вообще вот вы уже производите какие-то лекарства от каких-то болезней? Но мы же не завод, мы производить ничего не можем. То есть это все слухи, что даже лекарства... Нет, ну во-первых, вы знаете, что у нас есть... Разработка лекарств. Это центр фармацевтики, в котором есть химический блок вместе с институтом химии. Есть блок для доклинических исследований, каких-то новых разработок. Вот. Сейчас клиника, которую можно будет проводить, клинические исследования. И около ТАД химфарм препаратов у нас целое здание. И уже, так сказать, проведены ремонтные работы, оно готово с чистыми помещениями. Там будет маленькая фабрика наша для производства лекарств. Будет. Да. Но если тебе кто-то сказал, что кто-то изобрел лекарство от слабоумия, скажи мне, кто? Я подумаю. Нет такого лекарства. По излечению, да. Да. То есть, ну, будущее такое есть, что даже вот на какой-то маленьком предприятии будут производиться лекарства. Конечно, конечно. Эти прогнозы насколько вперед? Нет, ну, опытные партии, например, у нас сейчас уже закуплено оборудование. Вот то, что группа Резванова Альберта Анатольевича делает. Там генотерапевтические препараты. Уже куплены специальные установки для производства вот таких малых партий. Эти генотерапевтические препараты. Я думаю, что уже в 16-м году там чисто помещение уже есть. Просто перетащить. Они часто делают это все. Вот. То есть, потихонечку есть. То, что касается других опытных партий. Вопрос сейчас идет о том, как и с кем вместе купить ампульную линию для разлива туда вот этих. И потом уже, так сказать, эти опытные партии разливать. Из доклиники, то, что делается в НОЦ фармацевтике Юргий Горьевич Штырлина, сейчас, по-моему, пять препаратов проходят доклинические исследования по программе Фарма-2020. Если они успешно пройдут доклинические исследования, соответственно, потом нужно будет выпускать эти опытные партии для того, чтобы проводить клинику. Ну, то есть, это все. А против чего препараты? Там у них есть противовоспалительный, потом какой-то чуть ли не противотуберкулезный. Один, по-моему, какой-то есть антибиотик. Я боюсь соврать. Вот. Я знаю, что там пять. Один из них – это мазь какая-то. Вот. А остальные, по-моему, будут даже, типа, либо ампулированные, либо таблетированные препараты. А еще вот, ну, среди журналистов тогда уточняю. Хоть такая информация, что уже созданы противовраковые препараты. Это как? Правда, неправда? Лаборатория… Много нового мы узнаем сегодня на том, что… Да. Нет, там, значит, такая ситуация. Вот, кстати, один из препаратов, который до клинику проходит, это, по-моему, доксирубецин. Но это не новый противораковый препарат. Просто была придумана модификация, с помощью которой этот доксирубецин очень легко может проникать в опухолевые клетки. Вот, и поэтому, так сказать, вот, но может ли, работает ли эта модификация, то, что придумали наши, сначала проверяется на животных, вот это и есть до клиника. Вот, а потом, если это на животных будет работать, потом это будет проверяться в клинике. Вот, а потом, я очень с уважением отношусь к журналистам, но ваши коллеги иногда чуть-чуть перевирают. Вот, преувеличивают, приукрашивают. А, приукрашивают, да, наверное, так сказать. На телевидении, весь этот процесс, он достаточно долгий, да? Нет, реально вообще, в принципе, создание нового лекарственного препарата может достигать 15 лет. Поэтому как раз и задача-то, почему было всё сконцентрировать в одном месте, то есть и учёных, и исследований, и даже опытные производства сейчас вот клинику, чтобы укоротить этот срок. Вот и всё. Нет, вот вопрос ещё в догоночку об исследованиях, о научных исследованиях. Вы их наверняка проводите и в немалых количествах, а вы, наверное, более всех осведомлены о них. Можете назвать топ, ну, топ-3 или топ-5 на ваш выбор? Таких научных исследований, которые пригодились бы или пригодятся в ближайшее время, или уже используются в практическом русле. Женя, имеешь в виду наших здесь, что ли? Да, вот именно местных, именно вашего университета. А ты дыру из другого, что ли, университета? Нет, я имею в виду вот той кафедры, того меда, где вы преподаете. У нашего института. То есть я не разделяю, так сказать, на кафедры. Вот. Ну, конечно, есть и много достаточно интересных, которые сейчас уже будут внедряться. Если говорить про быстрые такие трансляции, которые сейчас в клинику, значит, не все может быть только здесь. Сейчас нет ведь такого, чтобы разрабатывалось только одним каким-то чудаком-одиночкой. Вот проект «Геном человека», например, вы видите, весь мир навалился. Сейчас проект «Брейн» и европейцы, и американцы, и все, так сказать. И поэтому здесь сотрудничество со многими. Вот сейчас, например, проект, который, я считаю, один из прорывных, очень полезных. Проект в области фармакогеномики как раз в клинике будет. Значит, про него конкретно я люблю про него рассказывать. Фармакология. Вот ты сегодня, кстати, когда говорила, ты говоришь, я фармакология. Ты не фармакология. Ты фармацевт. Это разные вещи. Фармацевт – это провизор, а фармаколог – это тот, кто изучает яды. Потому что фармакология дословно переводится «наука о ядах». А фармакогнозия? А фармакогнозия – это наука о ядовитых и лекарственных растениях. Вот ты в своей жизни таблетки пьешь? Ну, стараюсь не баловаться. Молодец. А вот хоть когда-нибудь пил? Бывало дело. А какую таблетку, например, пил? А снижал температуру парацетамолом. Чем? Парацетамолом или аспирином. Два прекрасных препарата – парацетамол и аспирин. А ты не боялся, что, выпив чуть-чуть больше парацетамола, ты лишишься печенки своей? Я боялся, поэтому, собственно, больше их и не пью. Нет, температуру надо понижать, если она повышенная, так сказать, свыше 39 градусов, потому что будет просто-напросто у вас коагуляция белков, так сказать, ни к чему хорошему не приведет. Но вот любой из... Это хорошие два препарата. Парацетамол, но ацетаменафен – его другое название. Это страшный гепатоксический ед. В Англии это любимое средство суицида. Употребляют упаковочку парацетамола, печень сразу разваливается, фульминантный гепатит. И о-ля-у-лю. Это то, к чему я говорил, что не делаем. Мы себе запасной аэродром всегда придумываем, чтобы парацетамол не пить. Вот. Аспирин. Я сам люблю аспирин. Парацетамол не люблю. Вот. Тоже прекрасный. Но есть два изменения в генах могут быть. Мутацией не надо называть. Полиморфизм. Вот. Если он есть у вас, то выпив таблеточку аспирина, у вас будет синдром Рея. Ну, правда, вы уже, так сказать, чуть взрослее. Это у маленьких детей. При другом полиморфизме, выпив таблеточку аспирина, если он у вас есть, то разовьется аспириновая астма. А при третьем, самым страшном, сейчас же все говорят, пейте маленькие дозы аспирин, кровь разжижается. Ну, как вот в народе. Вот. А там есть, оказывается, такой полиморфизм, когда, наоборот, аспирин вызывает агрегацию тромбоцитов. Ребята, знаете, такое тромбоциты? То есть, и наоборот, склеиваются они, и тромбы образуются. И вместо того, чтобы кровь разжижалась, вы, наоборот, добьетесь тромбоза. Хорошо это? Нет, нехорошо. И вот, соответственно, поскольку сейчас есть известные вот эти вот все полиморфизмы, а в Соединенных Штатах Америки есть так называемая Food and Drug Administration, который даже специально лист уже опубликовал, в котором уже больше 130 лекарственных препаратов, перед назначением которого доктор должен знать, есть полиморфизм у его пациента, вот, так сказать, к этому лекарственному препарату или нет. Ну, это не к лекарственному препарату, там, как бы, вот, но известные штуки. И, соответственно, вот, например, что мы сейчас в этой клинике в нашей будем делать, вот, как только она с 1 января перешла, и уже создана лаборатория. Любое назначение, если только препарат попадает в этот список, то при любом назначении, как только врач набирает, или выписывает, у него там кричит «Алларм!» И сначала пациент сдаст кровь, и ему скажут, что этому пациенту можно этот препарат, а вот будут пациенты, которому этот препарат нельзя. Вам кажется, это не так серьёзно? Но тогда я встречный вопрос вам задам. Как вы думаете, сколько в Соединённых Штатах Америки, которые серьёзно относятся к назначению лекарственных препаратов, там антибиотики вообще никогда не купишь без рецепта, там очень многие препараты вообще не купишь без рецепта, а сколько от неправильного назначения лекарственных препаратов в год умирает в Соединённых Штатах Америки людей. Но очевидно, по тому, что вы говорите, там серьёзно относятся к выписыванию препаратов, то есть без рецепта не купишь, предположу, что меньше всё-таки, чем в России. В России вообще статистики такой нет, но в Соединённых Штатах Америки она есть. Сто тысяч в год. Настя, ты из Казани? Вы откуда? В Казани. А есть кто-нибудь из маленьких городов, например, там Альметьевск? Альметьевск. Альметьевск. Вот в Альметьевске чуть больше ста тысяч. Да. Причём и новорождённых, и стариков-пенсионеров. Вы представляете, что от неправильного приёма лекарственных препаратов за год вымирает Альметьевск? Так вот. То есть, эта проблема достаточно такая, как бы, серьёзная. Это вот просто простой пример. Ну, а потом ряд вещей, которые вот то, что я говорил про разработки группы Резванова, генотерапевтические препараты, сейчас как ограниченные клинические исследования, уже используются давно. То есть, там и для заживления язв диабетической стопы хорошо они работают, для реконструктивных операций при травмах нервов, мышц, это всё тоже работает. Ну, там это достаточно большой пласт такой интересный и работает. У нас всё-таки списочек топ-5 таких инновационных разработок можно сказать? Нет, ну, самое интересное, это, конечно, вот, например, генотерапевтические препараты, которые разработаны там, так сказать. Вот если говорить, это один из топов. Дальше, наверное, пойдут те вот препараты, которые проходят до клинику в этом. Потом, ну, их уже пять, так сказать, как говорится, препаратов, кроме того, что гены. Вот. Дальше потом разработки, которые уже напрямую будут транслироваться. Там есть ещё по нейрореабилитации очень хорошие разработки в лаборатории, которая делается Игорем Лавровым. Он долгое время отработал в Штатах, сейчас у них вот эта лаборатория Open Lab нейрореабилитации. А дальше сейчас разработки в области мигрени, так сказать, то есть в области аутоиммунных заболеваний. Ну, то есть вот это всё, причём это же всё не на животных уже сейчас, это уже, так сказать, на человеческом материале. Вот. Поэтому много. Вопрос про аккредитацию. Ага. Вот. И я хотела спросить насчёт того, в каком, как она будет проходить и вообще, что будет, допустим, если мы её не пройдём. Кто не пройдёт? Институт. Институт. Слушай, мне проще будет. Ну, во-первых, аккредитация, это реально, то есть, первое, лицензирование. Это, вот лицензирование, то, что мы получили. Мы показали, что у нас есть кадры, у нас есть помещение, у нас есть всё для проведения, так сказать, как бы и программа написанная, так сказать, раз. Аккредитация. Это оценка того, как это реализуется. И одним из этапов аккредитации, опять-таки, проверка всех документов, так сказать, это всё делается, это вас не касается, это делают преподаватели, это делает штат весь. И второе, это оценка качества подготовки специалистов. Вот. Соответственно, Настенька, дорогая, либо до последнего курса из вас никто не дойдёт, если я не буду уверен, что вы её не сдадите. Я же сказал, из вас диплом никто не получит, если не буду уверен. Всё. А если я уверен, значит, пройдём. Какие проблемы? Ладно. А что касается специалистов? Вот есть такие, кто отучились, не знаю, работали за границей, а сейчас вернулись обратно в Россию. Вот почему они работают сейчас с вами? Дураки, наверное. Дураки? Да. Что они там меньше платят за границей? Они думают, надо нашим помогать. Ну нет, я тоже бы работал, вот вернулся сюда. Да? Да. Почему? Почему? А вы не работали никогда там? За границей нет? Нет, у меня есть один приятель, он, значит, руководит фирмой, ну, каким-то филиалом. И вот он всё время говорит, ты дурак, чего ты вернулся? Чего ты вернулся? Я говорю, слушай, ты ездишь за границей, ты ездишь туда турист. Ты приехал, ты живёшь там в четырёх-пятизвёздочном отеле, у тебя всё есть, там, за тебя там, это, каждый день постель меняют, вот, завтраки у тебя приготовлены, шведский стол, а если за тебя ещё заплатили, у тебя ещё и ужин есть в гостинице, ну, вообще же, так сказать, лафат, ты хоть месяц живи в таких условиях. Я говорю, вот когда ты приехал туда, тебе всё надо, квартиру снять, тебе, значит, кровать надо в аренду взять, просто не покупать, столовое бельё там, с кастрюльки это покупать, дальше на работу идёшь, ну, это просто бытовые как бы, но это всё решаемое. Но самое главное, тоска. Вот я сейчас с вами сижу, мне с вами интересно, я, как говорится, разговариваю, вот, там народ закрытый, вот, хоть ребята говорят, мы, говорит, боимся, сначала там они говориваются, они же ничего не боятся, а там ты просто ни с кем не можешь поговорить, то есть это другой менталитет, вот. Мне не понравилось, там было хорошо работать, там было легко, комфортно работать, но... Платили больше, наверное. Ну, ничего, в деньгах, что ли, счастье? Зато там нигде не пойдёшь в лес, грибы не пособираешь, с уточки просто так не посидишь, вот. Нет того русского шарма. Да, не спрячешься где-нибудь так, чтобы, так сказать, полдня пролежал под деревом, и чтобы кто-то мимо тебя не прошёл. Ну, а же ведь можно забрести так, что там ты неделю будешь лежать, никто там не опнет нигде тебя. Извините, а вот такой вопрос, а если говорить не о менталитете, а вот именно об обучении медицине, и о самой медицине за границей, вот чем они отличаются в России и за границей? За границей ещё более жёстче, чем у нас. Ещё более жёстче. То есть, сразу скажу, я в 90-е годы работал в Бельгии, это католический университет Лёвина, это один из старейших университетов. Значит, уже в 90-е годы в библиотеке вообще не было никаких учебников. То есть, были только журналы, но на тот момент ещё пока не было электронной подписки, они получали, то есть, интернет не был развит, получали диски, испообмет, и всё. То есть, студенты работали либо с журналами, которые стояли на полках, либо вот с этими дисками. Дальше. То есть, вот это вот жёсткое отношение, то есть, в библиотеке учебники вообще не выдаются. Они перекупают, они либо покупают учебник, если он хочет, так сказать, чтобы он у него был, но самое удивительное другое, что он вот по нему позанимался, он его потом перепродаёт следующему. Вот. И даже перепродаёт тетради, конспекты, если они считают, что, так сказать, они... А? Тактуально. Да, потому что они, если они считают, что эта тетрадь, конспект, например, как бы запись ему дальше не пригодится, и он что-то там как-то сделал, они перепродаёт это. И жёстко всё. А получается, мы только-только к этому подходим? У них это было в 90-х, а мы только к этому подходим? Нет, ну зачем? У нас была другая немножко система же подготовки. Не то, что к этому подходим. То есть, ну, во-первых, мы никогда не подойдём, они всё-таки перешли, например, на... И то не все страны, они перешли на бакалавриат и магистратуру в медицине, да? Мы не перешли и не перейдём. Немцы перешли, хотя мы в их системе, в общем-то, координаты работали. Но это чисто условно, как будто бакалавр... Кем бакалавр будет работать? Чехи вообще не переходили, так сказать. Как было шестилетнее, так оно и осталось. Я имею в виду подходы по жёсткости, по тому, как отношения. Там есть страны, например, которые вообще на первый курс набирают хоть тысячу. Но по итогам сдачи экзамена первого курса остаются только самые сильные. Я вообще рекомендую, почитайте. Есть очень интересный роман, автор Синклер-Люис и Роу Смит. Там про жизнь врача и как вот он, так сказать, в американском колледже учился. То есть, слушайте, это жёсткие. А у Эдгар По смотрели, там, значит, есть у него тоже. Очень интересно, там по стипендии биологи должны были под микроскопом определить, к какому виду растения относятся, например, вот этот вот срез почки. И там нельзя было двигать. Потому что если ты чуть-чуть сдвинешься, там уже появляется подсказка дополнительная. И вот парень, который это увидел и отгадал, его обвинили в том, что он сдвинул. То есть, понимаете, насколько вот жёстко было? Не то, что там тебе, ну вот это из серии там, ну вот подумай, подумай. Ну, на букву П. Пальма? Да нет, пальма у нас не растёт. Вот у нас растёт. Вот пихта. То есть, жёстко. Тебе способен, не способен. То есть, мы к этому, скорее всего, придём. Мы идём к этому. Уже идём. Вот как вы оцените качество врачей вообще по России? Вот как они обслуживают? Вы уже говорили, что не к каждому врачу пойдёте. Цель, чтобы вы могли к каждому своему студенту пойти. Но пока такого нет. То есть, к своим студентам может быть. Но не к каждому врачу в России. А когда вообще эта ситуация изменится? Изменится ли? Изменится когда-нибудь. А изменится она? Нет, ну, ребят, ну, знаете, ну что вы? Вот вы все отличники, что ли, на журфаке-то? На журфаке-то да. Сказали себе, да. В раму и яму выкопали. Ну, медицинское образование, оно такое корпоративное образование. Там, знаете, там очень много детей, врачей, там ещё чего-то. Вот. Когда мы переходили сюда работать и ставили перед собой задачу нового, скажем так, типа медицинского вуза, то все мои ребята, кто со мной перешли, они говорят, только чтобы никаких знакомых, никогда, никто, ниоткуда, ничего, что это мой родственник, ну, отнесись к нему с поблажкой. Вот это было жёсткое правило, которое мы шли сюда. Ректор нам тоже сказал, вы готовите врачей, чтобы только никаких просьб поставить тройку, поставить зачёткой с какой-то натяжкой, чтобы не было. И вот это вот мы выдерживаем. И если только не убьёт, и мы выдержим, так сказать, то тогда всё будет нормально. И вот, насколько мне известно, уже как полтора-два года существует симуляционный центр. Различные опен-лабы, там, ещё прочее. Но сколько... Вот я даже в начале этого года ходил, снимал фильм про него, но, как мне говорили, там никто не работает, никто не учится. Где? В симуляционном центре, именно вот большой зал. Туда вообще, говорят, никого не пускают. Я даже рукой провёл, там пыль уже лежит. Второй курс есть? Есть. Летнюю практику проходили? Проходила. Где сдавали зачёт по летней практике, все навыки осваивали? В симуляционном центре. Ответьте, пожалуйста, молодому человеку. Не, ну, есть же просто обычные кабинеты, там, маленькие такие. Нет, нет. Именно в большом зале. В большом, ну, потому что там специально есть симуляторы по уходу, когда... То есть, ребята изучали, как раздеть пациента, как одеть, как переложить, как судно подставить, как поменять постель. Только после этого они пошли в больницу. То есть, просто по учебной программе, по учебной программе всё рассчитано так, что степ-бай-степ. Если там стоит, то есть, лежат симуляторы реанимационные, но они ещё только самые старшие у нас на третьем курсе. А какой реанимации, о каких инфарктах миокарда, о какой, так сказать, медикаментозной терапии. Поэтому пока они к ним не подходят. Если там стоит эндохирургия, а эндохирургия – это вообще даже не студенческий курс, это уже постдиплом, то, что мы сейчас лицензируем, так сказать. А родовой, так сказать, зал, где роженица лежит, так сказать, вот. Это тоже, это даже по любой программе, это вторая половина четвёртого курса, пятый и шестой курс. Они сейчас, вы это, хотите, чтобы я что вам, родил за три месяца, что ли? Девять месяцев нормальной беременности, но иногда за семь. Я так поняла, что вообще государство не предусматривается для нашего института, так как нет аккредитации аккредитации бюджетных мест. Сейчас есть. Сейчас всё уже. После этого мы, значит, говорим. Ребята, подождите. У нас, вы посмотрите, как. Приезжала министр здравоохранения. Она сказала, я в Ревроте таких возможностей не видел по симуляционной медицине. Приезжает все и говорит, слушайте, что вы создали? Вот все приходят и говорят, слушайте, мы вообще не думали, что так можно, так сказать, создать, чтобы учить медицине. Он говорит, а вы нам не даёте? Люди к нам хотят, так сказать, вот может быть, так сказать, но денег нет, в семье вообще вот просто нет. Вот, ну, бывает же такое, да? Почему не дать это? Всё, поправка теперь, закон появился. И поправка уже есть. Всё. Есть уже. Да, она есть. Мы уже участвовали в конкурсе. Вот в этом году у нас уже есть бюджетные места, так сказать. Всё. А что касается трудоустройства, вы планируете своих выпускников впоследствии как-то направлять куда-то, помогать, найти работу? Потому что они не найдут, что ли? Нормально. Он же меня мучил тут, говорит, куда они деваются-то? Да их сейчас вот везде вот так вот с распростёртыми объятиями всех выпускников ждут. Приходите только, работайте. Нет-нет. То есть, поверьте, вот что касается медицины, этой проблемы трудоустройства, её вообще нет. И если вы даже посмотрите в рейтинге вот высших учебных заведений и специальности, где выпускники трудоустроились по специальности, все медвузы, они там на первых местах идут, так сказать, если кто-то не убежал, только за счёт убежавших у них падает, но там просто зашкаливающие цифры. Андрей Павлович, вот говорят, что старую советскую медицину вы сломали, а новую ещё не построили. Как вы считаете это? У вас какое ощущение на этот счёт? Никто ничего не ломал, ничего не строил. Просто начиная с 17-го года начали всё разваливать. Потому что реально, я вам могу сказать, сегодня вопрос Созинова процитировали по поводу, что туда, как там было? Ну, мало получают. Мало получают. Вы понимаете, врач до революции, и вообще везде врач, там, где не было революции, это очень уважаемый человек. По одной простой причине, что это элита. У него в руках ваша жизнь, ваше здоровье. И к нему относятся уважение. Когда врача в 17-м году и потом начали, как бы, превращать в обслуживающий персонал, то есть это сфера обслуживания, вот, то тогда, соответственно, так сказать, вот оно пошло всё отношение и отсюда. Сейчас, в настоящий момент, просто-напросто с появлением уже новых институтов и частной медицины и всё. Ведь вот, если кто-то из вас хоть когда-то заходил хотя бы в частную клинику, вы видите, что, как бы, они немножко выглядят по-другому, нежели поликлиники городские. А сейчас очень много уже и республиканских больниц, как 7-ая, РКБ, ДРКБ. Они тоже переводятся уже, как бы, вот на новый уровень. Ну, по крайней мере, и обслуживание всего, потому что мы начинаем сейчас, как бы, смотреть и заглядывать. Но очень много вещей, которые просто необъяснимы. Вот Куб – бедная страна. Но у них так называемая советская система. Но советская система – это когда просто много врачей на участке. То есть, грубо говоря, много участковых, они закреплены, и они знают каждый. Вот, например, мы бы сейчас с вами познакомились. То есть, я ваш врач, вы бы мне рассказали там все ваши болячки, так сказать, я бы это запомнил, я бы уже где-то приглядывался там, например. То есть, у кого-то с глазами, кому-то еще чего-то. Вот на Кубе это было. В Советском Союзе, на самом деле, было в какой-то степени вот в 70-80-е годы, когда распределение по участкам, там ведь было жесткое распределение еще, и врач все-таки работал, оно существовало, но там была и жесткая такая дисциплина. Вот сейчас, когда это было, но разрушаться-то начало в семнадцатом году, а не то, что, так сказать, в 90-е годы, просто в 90-е годы, то есть, ту жидкую структуру, которая работала, ее еще дальше начали разрушать. Но сейчас восстановится все потихоньку. Самое главное разобраться с страховыми компаниями, с ОМС, вот с этим, там, где прослойки все идти, и деньги оседают. Здравствуйте, меня зовут Рытова Валерия, я студентка второго курса журфака. Ну, уже был вопрос поднят о таблетках, и вы сказали, что, ну, как бы, принимать таблетки это не очень хорошо, а как вы относитесь к БАДам, биологически активной добавки? Сейчас бытует такое очень, ну, противоречивое мнение, причем разные позиции. Кто-то говорит, что это хорошо, а кто-то говорит, что это очень плохо, и не стоит их принимать. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, посмотри, что такое БАД, например. То есть, конкретно разные БАДы, разные эти есть. Если, например, есть БАДы, вы знаете, что, например, заменители сахара – это тоже БАДы. И по большому счету, так сказать, как бы вот эти вот подсластители, если вы не хотите набирать лишний вес, так сказать, или если у вас повышенный уровень сахара, то вам лучше вот этими БАДами, это биологическая активная добавка, то есть заменитель сахара. Омега-3. Омега-3 – это вообще рыбий жир, можно сказать, так сказать, капсулированный. То есть, поэтому нет, это здесь все зависит от того, что. Если там вот, как это, надо добавлять то, чего не хватает. Но здесь лучше даже посоветоваться, может быть, где-то с врачом. Вот. Потом иногда вы сами чувствуете, что вам хочется. Вот когда маленькие дети были, я вот маленький был, мне вспоминают, мама, так сказать, и бабушка говорили, что ты, говорит, от печки там куски отламывал, так сказать, и грыз. Значит, что, мне кальция не хватало, так сказать, я сам чувствовал. То есть, мы же все. Вот иногда вам мяса не хочется, да, вы же не будете есть, но вам зато хочется рыбки, вы рыбку возьмете, потому что вам захотелось, например, больше каких-то… То есть, это все. Единственное, получается, когда БАДы выдают за лекарственные препараты, что они начинают лечить, вот это не совсем правильно, потому что это не лекарственные средства. Они не проходили того контроля до клинических исследований, клинических исследований, как лекарственные средства, вот. Они проходили небольшой контроль на безопасность. Но это добавка к пище. Все. Андрей Павлович, вот в конце хочется задать вам такой личный вопрос. Давай. Можно? Какая ваша мечта? Вот сейчас, на ближайшие несколько лет, о чем вы мечтаете? Я? Самое главное, что вы хотите осуществить. Осуществить или хочу что? Ну, а вдруг хотите и осуществите. Отдохнуть. Отдохнуть. Я уже не был давно в отпуске нисколько. Ну, а вообще, если честно, мы поставили перед собой задачу, на самом деле, вот и пока три года работы, пока получается, и ректор поддерживает в этом плане очень сильно, Лешат Равкадыч. То есть, я на самом деле хочу создать вот новую систему подготовки врачей. То есть, если это получится, то это будет самое главное. То потом, знаете, это как Пушкин, я памятник себе возле книг рукотворной. Не зарастет к нему народная тропа. Хорошая цель. Ну, дай бог, чтобы все цели, которые вы поставили перед собой и перед своими коллегами, они обязательно исполнились. Ну, на этом, друзья, мы заканчиваем нашу программу. Большое спасибо, что вы пришли, друзья. Большое спасибо вам, Андрею Павловичу, что вы посетили нашу программу. Пожалуйста. Ответьте на все каверные вопросы. Ну, причем, я думаю, это даже не все еще. Ну да. Если будет возможность, то мы вас обязательно пригласим. Ну и на этом все. Да, ребят, есть возможность всегда, так сказать, задать вопросы. Там же на сайте есть же адрес электронной почты. Меня один раз вот, причем нормальные, они не беспокоят. Один меня задолбал. Это самое, письмами. Андрей Павлович, мой дядя с вами хочет встретиться. Я секретарю, помощнику, значит, передаю. Я говорю, запиши опять письмо. Мой дядя с вами хочет встретиться. Я говорю, ну ты что с ними не созвонился? Опять мой дядя с вами хочет встретиться. Так что же он хотел в итоге? А он, дядя, оказывается, сказал, что вот ему дали возможность, вот сейчас дети будут смеяться все, потому что они не знают, что ему вот еще месяц дали возможность сдать долги, которые у него были тогда. А кто-то дал возможность такую. А почему-то преподаватели не принимают. И его за это могут отчислить. Вот. Ну, я пригласил, как бы, из деканата людей, он уже отчисленный. А дядя там лапшу на уши вешает, что ему там что-то дали. Ну, желаем, чтобы существенный вопрос к вам поступали на почту. Вообще, чтобы студенты не боялись к вам обращаться. Чтобы вы разъясняли вообще процесс обучения. То-то зашли сначала. Мы не знаем, кем мы выпустимся. Помогите нам. Что с такого не было. Не знаешь, кем ты выпустишься. А, потому что с первого курса она когда на биологию поступала. Я не знаю, кем я выпустили. Потом сюда пошла. Ну, давай я тебе это самое. Вот принеси какой-нибудь там тетрадный лист здоровый. Я тебе напишу. Ты вот по утрам будешь вставать. Я выпущусь тем-то, тем-то и тем-то. Выучишь наконец. Окей? В общем, мы желаем вашему институту дальше развиваться. Выпускать квалифицированных, хороших специалистов. Все будем рады ходить к ним лечиться. Никто не будет бояться. А вы с ними дружите, кстати. А вы зря. Нет, я даже не посмеялась, между прочим. Я это запомню вас. А самое удивительное другое, что вот в студенчестве, которые вот эти вот связи и возникают, это вы сейчас на них смотрите. Вы потом, потом, вы будете искать там знакомых, еще кого-то. Вам будут говорить, ну что ты, не помнишь, что ли, он параллельно там с нами учился. А вы будете сказать, как же мне к этому специалисту-то попасть, вот хотя бы там. А связи опять? Вы намекаете на связи? Это не связи, это как вот по-дружески подобраться до него. Ну, по-дружески-то беремся. А так в очереди будет стоять. Ну, а вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Увидимся, до скорых встреч. Всем большое спасибо за внимание. Еще увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова